Здравствуйте! Я приветствую зрителей программы «Вести. Утро. Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Продавцам спайсов может грозить до 8 лет лишения свободы. Законопроект, направленный на противодействие обороту новых психоактивных веществ, Госдума рассмотрит 10 ноября, сообщает РИА Новости. Спайсами называют курительные смеси с нанесенным химическим веществом. Поправки полностью запрещают их оборот в России под угрозой уголовного преследования. Незаконные производства, сбыт и перевозка спайсов наказываются штрафом до 200 тысяч рублей, либо лишением свободы до 6 лет. Если деяние повлекло смерть человека, виновному грозит 8 лет тюрьмы. По данным информагентства, в российские медучреждения с отравлениями уже обратились более 2000 потребителей курительных смесей. 40 человек погибли. Новая услуга многофункционального центра КБР. С 1 ноября здесь можно будет получить справку об отсутствии или наличии судимости, информирует ведомство. Она требуется, например, при подаче документов на усыновление устройства в определенные госучреждения, либо на военную службу по контракту. Поданное заявление в МФЦ регистрируется в информационном центре МВД, а сама справка выдается через месяц после регистрации. К 70-летию Великой Победы в столице Кабардино-Балкарии подвели итоги конкурса «Памятники оживают, когда улыбаются дети». Три месяца назад его организовало Республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. За это время в состязании приняли участие около сотни нальчикских школьников. Они присылали свои стихи, сочинения и рассказы на военную тематику. Победителям включили грамоты и подарки. Подготовка к празднованию юбилея Победы идет по всей республике. Ветеранская организация Майского района провела рабочее совещание, на котором намечен план ближайших действий. В первую очередь ветераны осмотрели территорию мемориала памяти, который находится в городском парке. Проверили, что следует обновить. Ведь именно здесь обычно проходят основные торжества. Также необходимо оценить состояние еще 32 памятников, установленных по району в местах захоронения солдат Великой Отечественной. Отметили уже на самом совещании. В планах также создание новых мемориальных комплексов. Учреждено районной организацией открытие памятника в северной части города, где захоронены 72 человека, военнослужащих, которые обнаружили. Рядом у родничка, возле кладбища. Буквально на днях будет возложен камень пока, а потом будет сооружен памятник там. И еще намечено организовать автопробег в Брест, чтобы установить на городской аллее славы мемориальный камень жителям Кабардино-Балкарии, погибшим при освобождении Белоруссии. Участие детей в рекламе товаров, предназначенных для взрослых, могут запретить. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов Госдумы, сообщает ЭТАРТАС. Сейчас малыши фигурируют, к примеру, в рекламе банковских услуг, автомобилей и иных товаров, не имеющих к ним никакого отношения. По мнению авторов идеи, использование детских образов снижает критичность восприятия информации и манипулирует сознанием потребителя. Спортсменка из Кабардино-Балкарии Ксения Савчук стала победительницей чемпионата России по тяжелой атлетике среди студентов, сообщает Рия Кабардино-Балкария. Соревнования прошли в Москве. Майчанка завоевала золото в весовой категории до 63 килограммов. Сейчас воспитанница Михаила Шикемова учится в Амурском гуманитарно-педагогическом университете и выступает двойным зачетом за КБР и Хабаровский край. Теперь ей предстоит выступить на чемпионате мира, который пройдет в декабре в Таиланде. И последнее. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 28 мая 2013 года номер 444, 1, 2, 3 и 4 ноября объявлены выходными днями. Это была последняя информация о выпуске. До встречи в следующем часе. Здравствуйте. Я приветствую зрителей программы «Вести. Утро. Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Продавцам спайсов может грозить до 8 лет лишения свободы. Законопроект, направленный на противодействие обороту новых психоактивных веществ, Госдума рассмотрит 10 ноября, сообщает РИА Новости. Спайсами называют курительные смеси с нанесенным химическим веществом. Поправки полностью запрещают их оборот в России под угрозой уголовного преследования. Незаконные производства, сбыт и перевозка спайсов наказываются штрафом до 200 тысяч рублей, либо лишением свободы до 6 лет. Если деяние повлекло смерть человека, виновному грозит 8 лет тюрьмы. По данным информагентства, в российские медучреждения с отравлениями уже обратились более 2 тысяч потребителей курительных смесей. 40 человек погибли. Новая услуга многофункционального центра КБР. С 1 ноября здесь можно будет получить справку об отсутствии или наличии судимости, информирует ведомство. Она требуется, например, при подаче документов на усыновление устройства в определенные госучреждения, либо на военную службу по контракту. Поданное заявление в МФЦ регистрируется в информационном центре МВД, а сама справка выдается через месяц после регистрации. К 70-летию Великой Победы в столице Кабардино-Балкарии подвели итоги конкурса «Памятники оживают, когда улыбаются дети». Три месяца назад его организовало Республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. За это время в состязании приняли участие около сотни нальчикских школьников. Они присылали свои стихи, сочинения и рассказы на военную тематику. Победителям получили грамоты и подарки. Подготовка к празднованию юбилея Победы идет по всей республике. Ветеранская организация Майского района провела рабочее совещание, на котором намечен план ближайших действий. В первую очередь ветераны осмотрели территорию мемориала памяти, которая находится в городском парке. Проверили, что следует обновить. Ведь именно здесь обычно проходят основные торжества. Также необходимо оценить состояние еще 32 памятников, установленных по району в местах захоронения солдат Великой Отечественной, отметили уже на самом совещании. В планах также создание новых мемориальных комплексов. Учреждено районной организацией открытие памятника в северной части города, где захоронены 72 человека, военнослужащих, которые обнаружили. Рядом у родничка, возле кладбища. Буквально на днях будет возложен камень пока, а потом будет сооружен памятник там. И еще намечено организовать автопробег в Брест, чтобы установить на городской аллее славы мемориальный камень жителям Кабардино-Балкарии, погибшим при освобождении Белоруссии. Участие детей в рекламе товаров, предназначенных для взрослых, могут запретить. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов Госдумы, сообщает ЭТАРТАС. Сейчас малыши фигурируют, к примеру, в рекламе банковских услуг, автомобилей и иных товаров, не имеющих к ним никакого отношения. По мнению авторов идеи, использование детских образов снижает критичность восприятия информации и манипулирует сознанием потребителя. Спортсменка из Кабардино-Балкарии Ксения Савчук стала победительницей чемпионата России по тяжелой атлетике среди студентов, сообщает Рия Кабардино-Балкария. Соревнования прошли в Москве. Майчанка завоевала золото в весовой категории до 63 килограммов. Сейчас воспитанница Михаила Шикемова учится в Амурском гуманитарно-педагогическом университете и выступает двойным зачетом за КБР и Хабаровский край. Теперь ей предстоит выступить на чемпионате мира, который пройдет в декабре в Таиланде. И последнее. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 28 мая 2013 года номер 444, 1, 2, 3 и 4 ноября объявлены выходными днями. Это все, о чем мы успели рассказать. На этом наш выпуск завершен. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok